Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два! Кто поставил лайк, умничка! Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Monster Draft. Дело в том, что данная игра очень круто обновилась, и я сейчас хочу вам показать это обновление. Вы только посмотрите, какие монстры были добавлены в данную игру. Очень много монстров у нас уже с вами открыто, но остальных мы, конечно же, еще пооткрываем. Тут у нас и радужные друзья, хаги-ваги, потом, ребятушки, какие-то скибиди здесь, камерамены, еще какие-то монстры. Короче, игра реально очень пушечная, поэтому обязательно, если вы еще не поставили вдруг лайк, ставьте. Ну, а мы, в принципе, погнали. Итак, Green Boy. Это вот, кстати, новый паренек. Мы, по возможности, будем в основном с вами выбирать новых пареньков. Так, отлично. Чтобы получить того Халка, нам нужно было просто посмотреть рекламу. Я пока что этого делать не хочу, ребятки. Так. И еще мы прокачаем нашего пранкстера. Он сейчас будет немножечко сильнее. Напиши, пожалуйста, в комментариях, дружище, или ты играл в эту игру. Если да, то понравилась она тебе или нет. Ну, мне лично эта игра нравится. Прикольно. Здесь, чтобы выиграть, нам нужно в трех раундах, в трех этих вот полосах одержать победу. Мы с тобой заработали сундук. Класс. Давай его откроем. И у нас есть, короче, какой-то амулет. Так, следующий сундук мы можем открыть с тобой только за деньги. Также у нас есть вот такая вот комната. Я обычно всегда скипаю. Но давай разберемся, что здесь нужно сделать. Смотри, у нас есть блоки. Мы их продаем. Потом за эти блоки мы получаем карты. Затем я беру эту карту и иду ее продавать. Sell. Мы заработали несколько копеечек. И потом за эти копеечки мы можем с тобой что-то, в принципе, купить здесь. Скажу честно, я обычно всегда эту комнату скипаю. Поэтому и сейчас я тоже ее, конечно же, скипну. Ну, а мы будем продолжать, ребятушки, открывать с вами каких-то новых прикольных монстров. На этот раз я выбираю Хаги-Ваги. Так, я вижу то, что мы его можем прокачать. Женщина-чудо-женщина. Угу. Хаги-Ваги-прокачка. Это у нас уже, ребятушки, 17 уровень. Я хочу сыграть сегодня за всех новых монстров, которые были добавлены в данную игрушечку. Ребят, если вы знаете какую-то прикольную игру и вы хотите, чтобы я в нее поиграл, просто напишите об этом в комментариях, я с радостью это сделаю. Хорошо. Итак, смотри. Чтобы выиграть, нам нужно поставить Хаги-Ваги по центру, Чудо-женщину и сюда. Даже если мы с тобой сделаем вот так вот, как я вот говорил, что главное выиграть в двух полосах. То есть, если вы в двух выигрывали, выиграли, а в третий вы проиграли. Ничего страшного, в конечном итоге мы все равно выиграли. У нас здесь также есть еще Characters. Это, получается, персонажи, за которых мы можем играть. У меня открыт только пока что вот этот вот дед. И поехали. И после этого уровня у нас будет сражение с боссом. Ура. Давайте-ка выберем этого фиолетового паренька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря, наверное, я его выбрал. Смотрите, здесь можно прокачивать либо его, либо Чудо-женщину нашу. Так, хорошо. Давайте-ка мы будем и его прокачивать, и Чудо-женщину. Мне просто интересно, что это за паренек. Смотрите, она сейчас у нас будет какая-то прям очень крутая. Так, давайте-ка выберем Фрэнка. Отличная армия, ребятки, очень отличная. Бриллиантовая Чудо-женщина, золотой Фрэнк и еще золотой рогатый монстр. Чем-то похож на Гартен Банбан, да? Ха-ха-ха. Угу. Оу, шиш. Ну, в одном, принципе, в одной полосе мы с вами проиграли, но это не помешает нам с вами одержать победу. Да. Круто. Еще один уровень пройдем и откроем следующего персонажа. Поехали. Я надеюсь, что сейчас у нас будут какие-то новые карты. И да, я вижу Санта-Клауса. Кстати, если ты еще не поставил лайк, то в этом году Санта не придет и не поставит тебе подарок под елку. Поэтому обязательно ставь лайкосик. А еще лучше подпишись на мой канал. Я буду тебе безумно благодарен. Ха-ха. Смотрите, какой прикольный Санта-Клаус. Это реально круто, что эта игра постоянно обновляется, потому что, ну, как по мне, она реально крутая. Я просто обожаю, ребятки. Вот такие вот игры. Так, смотрите. Бой с боссом. Просто бросаем всех троих. И в конечном итоге жизни наших троих бойцов больше, чем жизнь этого одного Тора. У нас с тобой есть 370 кристалликов. Это значит, что мы можем купить себе еще одного какого-то карректора. Поехали. И, кстати, через... Чего? Через два уровня у нас будет босс. Прикольно. Мне это нравится. Смотрите, ребятки. Либо Стива, либо Тора выбираем. Ну, конечно же, Тора. Это новый боец, которого мы с тобой, вот, относительно недавно открыли. Можно посмотреть рекламу и открыть Годзиллу. Годзилла уже сражается, грубо говоря, за нашу армию. Отлично. Выбираем Хаги-Ваги. Так, сейчас мы прокачаем еще Тора. Ау! Мы проиграли! Потому что я не смотрел на деньги. Мы собрали недостаточно количества денег, чтобы пройти дальше. Я просто на радостях, ребятки, как-то не обратил на это внимание. И все, и мы проиграли. Хорошо. Ладно, сейчас нам, наверное, придется все-таки сразиться без Годзиллы. Потому что второй раз рекламу смотреть я не хочу. Нет, спасибо. Я же говорю, я на радостях, что у меня появилась Годзилла, просто перестал собирать вот эти вот деньги. И по этой причине мы с вами проиграли. Сейчас этого мы, конечно же, ребятушки, не допустим. Друзья, кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте и подписывайтесь на мой канал. Я буду безумно вам благодарен. Кто у нас самый сильный? Фрэнк. Затем лев какой-то золотой. И потом красный медведь. Либо розовый. Наверное, что розовый. И мы начинаем открывать с вами, в принципе, Халка. Халк тоже, кстати, очень прикольный боец. Ребятушки, я краешком глазочком увидел то, что в этом вот уровне будет новый монстр. Мы обязательно его выберем. Вы сейчас посмотрите, что это за монстр будет. Очень прикольный. Вот он, ребята. Это у нас Блэк Финк. То есть, если дословно перевести, черная вещь. Это какая-то черная вещь. Он слабый, в принципе. Я даже, наверное, не знаю. Я, наверное, даже в бой его не пущу. Потому что он самый слабый из всех. Да, у него 100 здоровья. Если я его поставлю сюда, то у нас будет просто ничья. А я хочу выиграть. Поэтому ставим розовую пантеру. Хотя это, в принципе, не розовая пантера. Это, наверное, какой-то розовый мишка. И мы с вами можем сейчас открыть сундук. Вот такой вот лев, у которого будут гореть уши сейчас. То есть, если мы его прокачаем, у него будут уже гореть уши. Класс. Очень даже круто. Выбираем Тора. Пранкстера. Пранкстер. То есть, это парень, который пранкует всех, да? Давайте выберем этого льва. Я хочу посмотреть, или у него уши горят. Да, реально у него горят уши, ребят. Круто, да? У нас 4 бойца получилось. И ни один из них там максимально не прокачан. Поэтому есть вероятность, что мы можем здесь проиграть. Ты иди сюда. Ты и сюда. Как ни странно, в принципе, во всех троих раундах мы выиграли. Ребят, если эта игра вам понравилась, если вы захотите вторую часть, просто напишите об этом в комментариях. И я с радостью сыграю в нее еще раз. Бой с боссом. Как же круто. Знаете что? Я хочу выбрать скелеты, потому что скелет у нас здесь немножечко прокачан. Вот смотрите, он с топорами вот такими вот крутыми. Так, дальше мы выбираем Тора. Давайте посмотрим видос и откроем Халка. Ну, ребят, я открыл Халка, посмотрел рекламу, чтобы его открыть, потому что сейчас все-таки у нас будет сражение с боссом. Я думаю, что нам обязательно понадобятся его силы. Тем более мы будем сражаться с Халком, ребятки. О, какой мощный парень, ребят, очень мощный. Скелет бы здесь не вытянул, реально. Если бы я вместо Халка поставил скелет, а мы бы с вами бы продули просто-напросто. Также у нас здесь есть миссии, которые мы проходим постепенно. Так, одну миссию мы только прошли. Можем купить нового характера. Это, в принципе, девушка вот такая вот. Пусть будет. Ну, я не знаю, на что еще мы можем потратить наши кристаллики. Только, в принципе, на скины. И все. Больше ни на что. Ни на что больше их потратить просто. Хорошо, наш Халк, ребятки, в строю. Мы его сейчас постараемся прокачать. Я хочу показать вам желтого Халка. Если, конечно, нам хватит денег. Да, отлично. И сейчас у нас еще будет желтый Тор. Ой, какая же крутая армия. Посмотрите, желтый Халк, желтый Тор и красная... Пускай будет Пантера, да? Красная Пантера. Очень все мощные пареньки. Ой, стоп. Нет, нет, нет. Халка нужно на центр бросить. Все-таки он здесь у нас самый крутой. Йиху! Ой, а кого мы открываем? Это либо Годзилла, либо... Кинг-Конг. Сейчас посмотрим. Скоро мы убедимся, кто это. У нас уже есть четыре ключа из четырех. И это значит, что скоро, ну, в конце этого уровня мы начнем с тобой открывать сундуки. Пранкстера. Давайте-ка мы сейчас выберем чудо-женщину. Мы давненько с тобой ее не выбирали. Смотри, у нас практически все бойцы зеленые. Ну, не считая чудо-женщину, у нас реально все зеленые. Даже вот герои... Не, ну... Не, герой не зеленый. Окей. Девушка вот эта вот, за которую мы играем. Хорошо. Халк, сюда. Ты сюда. И здесь у нас, получается, будет ничья. Ну, ничего, в принципе, мы все равно выиграли. Мы выиграем, да. Главное, в двух раундах выиграть. Да, ребятки, следующий это у нас Кинг-Конг. Сто процентов. Время открывать сундуки. Как я обожаю это делать. Так, новый... Новый-новый какой-то жетон мы с тобой заработали. Что за этот жетон я могу сделать? Я не в курсе. Я не в курсе. Вау! Ребята, это же Мами Лонг... Лонглэдс. Класс. Класс. Это тоже, кстати, новый персонаж. А я что-то ее даже не заметил, когда... Когда смотрел, какие здесь персонажи были добавлены. Честно скажу, я ее не заметил, ребятки. Прикольная, прикольная. Конечно, хотелось бы посмотреть на нее в прокачке, да? Но ничего. Может быть, еще увидим. Так. Франкстера. Выбираем. Довольно-таки неплохая у нас команда получилась. Даже очень неплохая. Итак. Халк будет бить Годзиллу. Ты будешь бить... Франкенштейна. Пранкстер будет бить Франкенштейна. И наша Мами Лонглэд будет сражаться с... Со Львом. И она его, конечно же, победит. Снова сундуки. После каждого уровня мы что, их открываем? Так. Красная Пантера. У которой уже будут крылья. Класс. Класс, класс, класс. Обязательно мы с вами откроем Красную Пантеру. Так. Следующий уровень. Поехали. Поехали, поехали. Так. Ооо. Ооо, щищ. Посмотрите, какой у нас будет золотой Тор. У нас будет золотой Тор и, наверное, золотой Бык. Так. Ооо, не-не-не. Я вижу, что Быка здесь мало. Поэтому, наверное, у нас будет... У нас будет два, ребятки, таких вот золотых Тора. Класс. И прокачанный Халк. И довольно-таки прокачанный Халк у нас будет. Смотрите, вот это, конечно, круть. Еще Халка. Посмотрите, какая здесь армия. Вау. Не, ну, конечно, Алмазный Тор, он сильнее, чем... Чем Халк. Халк против Халка. И потом бросаем наших двоих красавчиков, ребят. Ну, естественно, мы выиграли. Давай, с тобой пройдем еще один уровень. Я хочу сразиться с боссом. И, может быть, сейчас еще мы увидим какого-то нового персонажа. Так, я вижу Халка здесь. Вон там мы его прокачаем. Так. И, в принципе, Халк у нас будет... Желтый. То есть, не бриллиантовый. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ребятки, вот такая вот, можно сказать, была у нас первая часть. Если вам эта игра понравилась. Если вы хотите продолжения. Вы знаете, что нужно делать. Нужно просто написать об этом в комментариях. И я с радостью сыграю в эту игрушечку еще один раз. Но пока что давайте-ка мы одубасим этого босса. Бросаем самых мощных перцев. И открываем Кинг-Конга. Но уже за Кинг-Конга мы сыграем с вами, ребятушки, в следующий раз.